Смысл жизни белорусской футбольной сборной за неделю скукожился от шанса поехать на чемпионат Европы до победы в группе третьего дивизиона Лиги нации. Конечно, не бог весть какая цель, но согласитесь, сам факт нахождения нашей команды в лидерах квартета непривычен. Дома с Казахстаном парни наконец сыграли с позиции силы, плюс турнирные обстоятельства сложились удачно, и вот самооценка сборной немного подросла. Для закрепления осталось продолжать в том же духе. Ноябрьской победы над Литвой дома и ничьей в Албании точно хватит для локального успеха. Что ж, будем верить хоть в это. Болельщики обрушились с критикой? Я думаю, в принципе, эта критика правильная, потому что я на себя точно обрушился с критикой. Надеюсь, что и другие футболисты тоже. Потому что, скажем откровенно, это был очень хороший шанс для нас пройти дальше в финал. Поэтому, ну, как бы, такие игры немножко нужно, наверное, в другой настрой, по-другому как-то играть. То есть, ну, как бы, сыграли плохо откровенно, поэтому так. Надо садиться. Ведь, посмотрите, ведь, вот кого интересует мое мнение? Да никому не интересует тех людей, которые занимаются футболом. Да им неинтересно. У них есть свое собственное, непогрешимое мнение, которое не подается никакой критике. И то не только обо мне, если Боровский, если, ну, много людей, которые отдали футболу, там, свою жизнь. Малофеев и Двард Васильевич. Много людей, которые действительно, ну, воспитали поколение футболистов. Для кого они это не интересуют? Это «Спорткадр». Здравствуйте. Главный спорт в мире остается интересен вам, даже несмотря на неудачи. Поэтому футбола сегодня будет много. Смотрите в выпуске. Сами не забываем. Потом со стандартного пропустили. Вот и вся история. Очки потеряли. Никто не хочет становиться чемпионом. Батэш, Актер и Неман потеряли важные очки на выходных. Подписал контракт 28 декабря. Я за все это время получил одну зарплату и максимум. Он знает о локдауне все. Главный интеллектуал нашего футбола Сергей Черник за границей пережил пик распространения коронавируса. Эта картина, она сразу, конечно же, бросилась в глаза. Потому что это одно из самых известных субтиматических произведений, в принципе. Очень много всего в этой картине. Культурки хватает. Футболисты Витебска продвигают авангардное искусство. Зачем заниматься всю жизнь боксом, чтобы потом бросить все и пойти в те же выборы охранники. Белорусы уходят в профессионалы. Огромные гонорары бокса. Мечта или реальность? В этом году мы получим самого неубедительного чемпиона Беларуси за последние более чем 10 лет. С точки зрения простой арифметики, так точно. 64. Максимальное количество очков, которое в идеале сможет набрать лучшая команда страны по итогам года 2020. На финише предыдущих розыгрышей всякий раз было больше. И здесь, конечно, нужно сделать скидку на разные форматы чемпионатов. К тому же, даже чтобы набрать эти 64 очка, Батэ и Шахтеру нужно было побеждать на минувших выходных. У обоих претендентов значились матчи повышенной опасности с мотивированными соперниками. Станислав Липский сейчас все расскажет о чемпионской гонке. Ужасным выдался вечер в воскресенье для Александра Гутера. Мало того, что Шахтер проиграл 0-1 «Динамо», пропустив концовки, так еще и болельщики после игры устроили словесную атаку на горняков. Такой чемпионат в этом году реально интересный, потому что любая команда может любой выиграть. Но у нас еще остается пять игр, у нас еще с Белшиной перенесенная, поэтому еще ничего не потеряно. Если только будут теоретические шансы на чемпионство, мы будем бороться, будем стараться, будем работать. Сейчас проанализируем. Главное, побыстрее забыть это поражение. Разбор игры, я думаю, там тренер скажет на ошибки, чтобы буду еще не повторяться. Но будем двигаться дальше. Впереди Шахтер ждут пять игр. Перенесенная встреча против Белшины и матчи против Энергетика, Батэ, Руха и Минска. Чемпионская команда должна вскрывать любую оборону, должна, имея преимущество, реализовывать это преимущество в забитые голы. Потому как оно так и сегодня получилось. Вроде бы сами не забиваем, потом со стандартного пропустили, вот и вся история, очки потерян. Но слава богу, что у нас такая ситуация, что все в наших руках. Нам нужно просто оставшиеся пять игр выиграть и чемпионство наше. Но это нужно еще сделать. А сейчас думать про то, какие будут у нас взаимоотношения с руководством, не думаю, что сейчас с этим кто-то должен себе забивать голову. Такого же мнения и председатель правления Шахтера Иван Головат. И сейчас все внимание футболу. А в случае завоевания титула чемпионов будет и достойное вознаграждение. Вы ждете чемпионов, это логично. Мы ждем последние 15 лет, поэтому надеемся. И я думаю, что команда в этом году тоже не подведет и покажет тот результат, которого она достойна. Что вы думаете насчет новой арены? Потому что много лет говорят, но... Ну, по крайней мере, в этом году мы начали с малого. Мы полностью реконструировали свое искусственное поле. При этом там построили два поля с натуральным покрытием для игры дубли, для игры нашей футбольной академии, которая есть в клубе. Также там появится, я думаю, что уже в начале ноября мы откроем теннисные корты. Ну, а по футбольному стадиону, по манежу, с большой вероятностью мы, наверное, будем приступать к реконструкции существующего стадиона «Строитель», чтобы можно было построить и современные трибуны, и потрибунные помещения для расположения команд. Поэтому, но ждем, как говорится, результата от команды. Потому что, чтобы начинать строительство, должен быть действительно первый шаг и результат нашей основной команды, в которую мы верим, надеемся и болеем за ним. А вы даже манеж катите? По манежу планируется, ну, наверное, чуть дальше, метров 300 в этой набережной зоне, планируется строительство крытого многофункционального дворца спорта, так называемого, в городе Солигорске, где можно будет проводить соревнования, в том числе и по волейболу, по баскетболу. Один. А это уже эмоции футболистов Бате после ничьи с Ислачью 2-2 за игроков в воскресенье, держа удар перед журналистами Александр Лисовский. Александр, титул чемпионов для Бате по любому задаче, насколько сложно в этой ситуации психологически, прежде всего, вам, как тренеру? Ну, да, задача, конечно, сложная, но она есть. Вот, и мы будем с каждой игрой доказывать, что мы способны быть чемпионами. Холодная погода не отпугнула болельщиков Ислача прийти на трибуны даже с самыми маленькими фанатами дружины Жуковского. И футболисты за такое внимание вознаградили фанатов. После дубля с КВШ команда нашла силы отыграться. В этом году чемпион заработает меньше всего очко за последние 10 лет. Это о чем говорит? О том, что выросла конкуренция в чемпионате, много равных команд и вообще проблема ли это? Вы знаете, так бывает, что эта статистика заводит заблуждение. Ну, как бы, как одних, так и вторых там, да. Мы думаем, мы часто кричим, говорим, что у нас там чемпионат либо стал сильнее, либо слабее. Нет, просто стечение какой-то обстоятельств. И много тренеров меняется. В этих командах, в принципе, у всех основных поменялись тренеры. Когда меняются тренеры, оно стоит где-то ожидать либо всплеск, либо так. А так, я скажу, что здесь все равно лидеры как были, они сильнее, да. Но это их уже проблема, что у них там, допустим, не получалось, да. Я не скажу, что чемпионат все-таки, он не вырнулся. Он, в принципе, остался такой, как и есть. Я скажу так, просто что добавился Брест, добавился Рух, да. Как бы такие, ну, как бы, команды чуть-чуть они разбавили. И, конечно, энергетик в этом плане. А все команды, те, которые были, они, как бы, на свой уровень, считай, держат. За последние 10 лет, если анализируя, в этом году чемпион, скорее всего, получит, ну, не, скорее всего, а 100% наберет меньше всего очков. Скорее всего, это будет 61. Как думаете, это говорит о том, что чемпионат стал ровнее, слабее или вырос, потому что выросла конкуренция? Да нет, я скажу, что в этом году нетипичные из-за ситуации, скажем так, с коронавирусом, как вообще в жизни, так и в чемпионате, потому что летом, там, весной, когда мы продолжали играть, у многих команды игроки выпадали, скажем так, по независимым от них причинам. Не травмы, как обычно бывает, или еще что-то. И поэтому так получилось ровно, что кто-то терял игрока не от того, что он там травмирован. Поэтому все так уравнялось, и в некоторых шансах даже Ислач, вот, провальный там был период, когда был этот коронавирус, там, пять игр, по-моему, проиграли. Смолевич мобильный. Ну да, я вот к этому веду, что чемпионат такой ровный, потому что, вот, скажем так, внешние силы повлияли на это. А так обычно, все-таки, вот эти, скажем, гранды нашего футбола, они быстро отрываются, потому что классы игроков совсем другой. А так как в этом году иногда и они теряли игроков, получилось, что более ровно. Ну, на эту тему можно рассуждать очень долго. Упал, либо, наоборот, поднялся. Ну, и может из-за этого коронавируса еще очень много команд, которые выпадали по ходу сезона. Может, исчезли из-за чего-то. Может, реально средние команды как-то немножко по-другому стали играть и набирают очки. Ну, вот, как видите, явно вот такого фаворита, который с отрывом шел бы и всех возил, всем забивал мешок. Такого нету. Поэтому тем интереснее, конечно, хотелось бы, чтобы в декабре чемпионом стал шахтер. К счастью, для желания Сергея Балановича еще один претендент на золото. Неман сенсационно проиграл подвальные городе и 0-1. А Жодинская торпеда победила Смолевичи 4-1. Медальная интрига как никогда интересна. Еще добавим Убрестского Динамо. Две игры в запасе. В 26-м туре команда Ковальчука победила Рух 5-2. Минская Динамо списывать также не стоит со счетов. На дне Смолевичи. Белши на городе Слуцкий и Славе до последнего тура будут бороться за место в Элите на следующий год. 27-й же тур стартует уже в эту субботу. Последнюю зарплату он получил в январе в Казахстане. Застал в этой стране развал клуба, пик коронавируса и, сидя там без работы и перспектив вернуться домой, наблюдал за облавами на девушек легкого поведения. Вратарь национальной сборной Сергей Черник удивил нынешней осенью, когда объявился в отчаянно борющейся за выживание городеи. Неужели после БТ, ННС сборной главный интеллектуал нашего футбола поумерил амбиции и уже возвращается с ярмарки, задумываясь о жизни после спорта? Павел Капуцкий расспросил Черника об этом. 16 марта нас остановили, 11 мая нам вроде бы разрешили тренироваться, а буквально через неделю, вторую нам пришли и сказали, что команды не будет. Соответственно, страна закрыта, начали, хотелось урегулировать все юридические моменты, чтобы бесполезно уехать оттуда из Казахстана, потому что ни клуб, ни федерация почему-то не шли нам навстречу, не могли объяснить, что нам нужно сделать, чтобы беспрепятственно уехать оттуда, потому что сказали, что клуб снимается с чемпионата, а дальше непонятно что. С помощью посольства я прорабатывал просто там варианты уехать чуть ли не на грузовозе, просто сесть и уехать там 3,5 тысячи километров, потому что находиться там уже не было возможности. После трех лет во французском Нанси Черник пытался отогреться в Бате, но за несколько месяцев второй половины прошлого года не стал там первым номером. Зимой голкипер перешел в казахстанский Иртыш, но успел сыграть только два матча. Подписал контракт 28 декабря, я за все это время получил одну зарплату январскую, все. Нам, кроме того, что у нас снялся клуб чемпионата, нас хотели посадить на 100 долларов зарплату, им это не удалось, всех футболистов, потому что мы отказались подписывать бумаги. Ни один клуб премьер-лиги Казахстана на такое не пошел. Были урезания зарплаты, все это прекрасно понимали, все футболисты были готовы идти на диалог, но этого не произошло. Поэтому, я говорю, последнюю зарплату в этом году я получал за январь месяц. Один из самых титулованных клубов Казахстана, Павлодарский Иртыш, может исчезнуть с футбольной карты страны. Пять чемпионств и любовь болельщиков не помогут сохранить место в премьер-лиге. Акимат области из-за огромных долгов клуба рассматривает вариант с банкротством. Клуб обходился с нами, как, не знаю, нечеловеческие условия создавали, нас выселили с базы, переселили, не побоюсь этого слова, в бордель какой-то, где девушки легкого поведения по этажу бегали, там облавы ОМОН устраивали. Поэтому пришлось натерпеться и слава богу, что был организован рейс, на котором я благополучно вернулся домой. Больше двух месяцев я тренировался с Исловичем, параллельно рассматривая какие-то варианты, которые могли появиться по дальнейшему трудоустройству. Не были, что-то интересное, но в то же время коронавирус, пандемия, все это накладывало отпечаток. То нужно было срочно ехать, но возникало много моментов с оформлением документов, с карантином и тому подобное. В другой момент нужно было ехать, но без семьи, а после казахского заточения, без семьи я точно никуда не поехал бы. Это раз, третье. Где-то агенты вели себя так, как просто до абсурда дела доходило. У Сергея было три предложения. Одной из второго дивизиона чемпионата Норвегии не получилось оформить документы. Еще звали в чемпионат Латвии и российскую премьер-лигу. Я немножко разочаровываюсь в этом институте, скажем так, агентство, потому что люди, им проще было выставить все в таком свете, чтобы другие люди не смогли заработать денег на этом трансфере. Еще будучи в Казахстане, весной белорусский вратарь вместе с партнерами по РТШ смотрел игры чемпионата Беларуси. Вся команда, по крайней мере, РТШ в белорусский чемпионат смотрела, потому что даже альтернативы никакой другой не было в тот момент в мире спорта. Конечно, немножко, когда в мире творится такое, немножко на это по-другому все смотришь, задумываешься о целесообразности всего, конечно, этого, потому что человеческая жизнь, мне кажется, дороже всего стоит. В высшей лиге Сергей и заканчивает сумасшедший 2020-й. Это интервью мы записали на стадионе в Городея за несколько дней до гостевого матча Сахарников против Немана. Лучше иметь игровую практику, чем просто тренироваться, потому что год заканчивался, а на игры, что у меня в этом году, как такого вообще практически нет. Две игры в чемпионат Казахстана, который остановился, и что дальше делать. Здесь база, гостиница, нормальные номера, тренируемся на этом поле, поэтому условия для тренировок есть, кормят. И руководство как-то заинтересовано, чтобы сохранить команду, потому что здесь болельщики, то, что я видел, болельщики любят команду, приходят, несмотря на, может, не самые выдающиеся в последнее время результаты. В субботу Городея сенсационно победила в Гродно 1-0, а Сергея Черника признали лучшим игроком тура по версии призбола. Пока реанимация карьеры одного из лучших вратарей Беларуси идет успешно, и это важнее суммы в контракте. Сброс, хороший удар, классный. Ой, какой сейф! Сверх опасный момент возник, но как же здорово сыграл Черник, дальней рукой вывел мяч из опасной зоны. Видишь, не за деньгами сюда приехал. Я понимал, что здесь может быть, поэтому это последнее, о чем я думал, когда переходил сюда. Вы же не бесплатные игроки? Ну, наверное, нельзя по законодательству. Я был удивлен, что мы сыграли игру со Славей, нам в понедельник принесли премиальное. Они, не буду называть суммы, потому что они, ну, как бы, даже для белорусского чемпионата они минимальны, вообще очень даже минимальны. Ну, я говорю, я первая команда, где мне премиальное получаю вот так вот. Что помешало остаться во Франции? Почему белорусские футболисты так редко уезжают играть в Европу? Сколько знает языков? Что для сборной значит поражение от Грузии? И какие планы у самого вратаря на главную команду страны? Вторую часть интервью с Сергеем Черником смотрите через неделю. Футбольный клуб «Витебск» нынче не в авангарде турнирной таблицы. Но зато теперь каждый игрок из культурной столицы знает, что такое авангардное искусство. Россиянин Даниил Чалов точно знал, куда идти, чтобы совместить свою карьеру и хобби. Во время посещения местного музея родилась идея новой формы команды. Дизайн разработан в стиле супрематизма художников Витебской школы. Клином красных бей белых. На футболке креативно переосмыслен плакат одного известного художника. Нашего корреспондента Андрея Козлова всегда тяготили задания редакции сделать работу о спорте в чистом виде. Поэтому, завершая футбольную тему, дадим пять минут свободному художнику. Понятно. Должно быть что-то емкое, понятное и при этом стильное. Это уже дальше. Ну, понятно. А сейчас мы смотрим на те наивидования, которые уже существуют. Люди, которые говорят, что «да что мы можем здесь делать? У нас здесь ничего нету» и так далее. Денег нету, возможностей нету. Но из тебя тоже не было, правильно? Ну, как бы, вероятно, что было достаточно тяжелое время, судя по историческому контексту. Ребята как бы создавали просто с нуля. Ну, не с нуля, понятное дело, что есть какой-то бэкграунд. Самый простой коллаб, который может быть у ничего обычного и супрематизма, это ВНХУ условно. Это просто черные худи. Вот здесь вот квадраты, которые у них были, когда они носили такие штучки специальные, чтобы быть, собственно говоря, членом УНОВИС, у них были такие, на картине видно, квадратики вот здесь. Просто черная обычная худи с квадратиком. Идеально, мне кажется. Ну, я бы не сказал, что конкретно эта картина вдохновила для этой формы в целом супрематизм и вот это направление, как русский авангард, которое здесь зарождалось в этом здании. Оно, ну, вот это вот вся, весь этот парад планет, который сто лет назад происходил тут, он, наверное, вдохновил меня, чтобы через сто лет что-то сделать подобное и связать это с игрой, в которую я отдаю свою жизнь, условно, там, футбол. Эта картина, она сразу, конечно же, бросилась в глаза, потому что это одно из самых известных супрематических произведений, в принципе. Очень много всего в этой картине. Она пережила свое время, пережила свои смыслы. И здесь есть весь супрематизм, который вот, ну, который я вижу, например, да, все фигуры и бесконечное движение вот это вот, которое присуще и искусству, и спорту в частности. Время меняется, и смыслы меняются, и мы переосмысливаем эту картину сейчас, через сто лет, убирая лишние слова, меняя углы и оставляя слово «бей», имея в виду, чтобы мы били помечу. Это дизайнерская работа, на самом деле, дизайнер из Минска, Владимир Горс, вообще, в принципе, центр белорусско-еврейского культурного наследия, который нам помогал, с которым мы были партнерами в этом проекте. На первом варианте, именно конкретно с этим плакатом, было слово «забей». Вот, потом мы решили, что забивать мы не будем. В смысле? Да. Малевич – это Роналду, Шагал – это Месси, а то тогда Лисицкий. Я не смог конкретно сказать, какой это футболист, но я сказал, что Лисицкий, на мой взгляд, такой опорный полузащитник, фундаментальный игрок в команде, который строит. Это не очень заметный персонаж на футбольном поле, то есть не супербомбардир, но суперценный игрок, на самом деле, для всей команды. Круто, когда форма Витебска, на самом деле, вообще удивительно, когда ты просто вот так заходишь, там, условно, заказы приходят, предзаказы, и просто, там, знаешь, заходишь, там, в Вашингтон, условно, чувак заказал, смотришь, где он, там, от Белого дома в четырех километрах. Там, там, Амстердам, там, не знаю, Хельсинки, Австралия, там, еще что-то, Китай, там, то есть вообще это интересно. Везде есть люди, реально талантливые люди, которые готовы включиться, если они видят в этом ценность. Хотелось бы, чтобы работал весь футбол, потому что, в принципе, глобальная цель футбола – это объединять и получать удовольствие, получать какой-то кайф от игры, от противостояния. Люди, которые помогали в этом проекте, их было много, говорит о том, что, если это может быть в Витебске, это может быть и в других местах, и надо просто немножечко захотеть. Ну, и нужен такой человек, который это толкнет, правильно? Такие люди есть. Нету никаких ограничений на самом деле. Ты можешь делать все, что угодно. Если у тебя есть это в голове, и ты веришь в идею, ты можешь действительно, там, реализовать свою мечту, сыграть в сборной России, и ты можешь делать еще какие-то вещи. Если у тебя это есть внутри, и ты в это веришь, действительно. Человек уникален, и вот эту уникальность нужно доставать прежде всего. Это самое важное. Вот уникальность людей, уникальность мест, уникальность городов и так далее. Это то, что как раз делает жизнь интереснее. Надо так просто тоже посидеть. Как шагал. И в завершении о боксе. Гонорары профессионалов в этом виде больше, чем в футболе. Другой вопрос, что добираются до этих вершин считанные единицы. Сотни тысяч парней так и застревают в любителях. На самоокупаемость пробуют уходить и белорусы. Их амбиции распространяются не только на Олимпиаду. Хочется большего. И мы иногда слышим о достаточно громких победах. Сегодня собеседник спорткадра Константин Маханьков. Сейчас он нам расскажет, чем мотивируют парней, которые выходят в ринг, и пока мало что умеют. У каждого своя планка. Я всегда учусь у воспитанников. Сам себе говорю, что всегда ставь планку выше. Желай невозможным, получишь действительное. Получишь желаемое. Думать тогда невозможно. И убирать все сомнения. Очень много людей, которые подойдут тебе и скажут, да нет, у тебя не получится, ты что, так не будет. И реально это мешает иногда подготовке. Особо многим мнимым людям в профессиональном боксе важнее, дух именно бойцовский. Вот та манера, которую несут всегда, и на которую я делаю акцент в подготовке долголевцов, то она ближе к профессиональному боксу. Почему для любителей их иногда, у них там вроде не бьют, а им так не считается. То есть 5-6 жестких ударов считается как, ну да, 5 ударов. А там 20 легких, вот ты проигрываешь. А в профи наслаиваешь раунд за раундом. Жесткость этих ударов, их все-таки, ну, их манера, они такие типичные панчеры. Вот у них по 3 боя уже, 3 боя и 3 нокаута. И все, уже не в первом раунде все. Моя индивидуальная программа расписывается на каждого бойца. Но мое условие, я тебя готовлю, ну вот ты делаешь это, это, это. Шаг влево, шаг влево сделал, и я тебя не готовлю, чтобы потом не было ответственности, что я как-то не так сделал. И основа моей работы, это все-таки наша специальная физическая подготовка. То есть, чтобы мышца стала быстрая, она должна быть сильной. Поэтому есть у меня уникальная методика такая, которую я сам проходил еще, будучи в клубах Европы, там, универсум, зановая. Чисто боксерская силовая работа. То, без чего, ну, как в профессиональном спорте, нечего делать. У нас в этой подготовке, кстати, мало уделяется внимания на уровне сборной. То есть, я считаю, что, ну, нужно пересмотреть подготовки нашей всей нас команды. Есть же перспективные ребята, молодые. Вы считаете, видите, что им надо попробовать себя пораньше в профессионалах, да? Тренер был бы заинтересован, а у нас, как правило, тренера, они так, посадили, сидят, положили, лежат, поставили, стоят. Ну, надо чуть раскачиваться. Чуть раскачиваться, быть более современным. Вы должны понимать, если ваш спортсмен, молодой, там, 18-19-летний, сейчас пашет, сейчас он на пике, но у него нет перспектив, там, заработать каких-то денег, на жизнь себе даже. Ну, человек вырастает, 20, заканчивается университетом, нужно, что, работать, чем питаться, где-то жить, снять квартиру. Если он остается, допустим, в Минске, там, еще это, ну, это больших денег все стоит. Если, ну, тренер не позаботился о том, чтобы он где-то пошел профессионал, где-то какой-то ему профессиональный путь показал, он остался без существования, и они просто уходят. Ну, кто куда у нас, охранниками, там, кто-то еще, кто-то в торговле, и так далее. Ну, да, мы потеряем спортсмена, потеряем. Я не работаю в нас команде уже более пяти лет, я пошел своим путем, а не своим. Ну, то, что я вижу, да, я считаю, что ребят выхолачиваются, ну, скажем так, не ценят, я ценю каждого спортсмена, я не готов, спортсмена никогда не отправлю на бой, на соревнования, никогда. Что бы там мне ни говорили, я говорю, нет, ну, не готов, но не готов. Я потом себя буду винить, чтобы что-то случится. Может, прокатит на халяву, а может, нет. А в сборной едет, едет, стоит, обязан, вот, себе контракт, ну, ездит туда-туда-туда-туда. У нас не так много спортсменов высокого класса, чтобы их где-то не ценить. Вот когда послушаешь, посмотришь, там, этот травмировался, этот не поехал, там, что-то еще, какие-то у него вопросы. Почему он травмировался? Ну, вот тут в тренера вопрос, ну, почему? У вас была силовая подготовка, он травмировался. И там ее не было. И поэтому ушли двух левцев, да, из нас команда? Да, да. Ну, я им сказал, ребята, ну, так не будет. Я вас готовлю, допустим, к профессиональному бою, а вам тут скажут через неделю, не, не, потом профессиональный бой, вот сейчас у нас соревнования. И там, и там не будет результата. Даже если они там нокаутируют в первом раунде, это психологический момент, сама подготовка, ну, это подготовка к бою самая сложная, чем сам бой, это всегда так. Олимпийский бокс намного сложнее профессионального. Да, 12 раундов, да, 10 раундов, но это один бой. Тебя сегодня взвесили, у тебя целые сутки, если восстановиться, покушать, там, прогуляться, и завтра у тебя час нахождения в ринге, да, это, конечно, очень тяжело, где ты бьешь, тебя бьют, ты двигаешься по рингу. В среднем по рингу за 12 раундов проходит около 10 километров спортсменов. Просто ходить тебя еще и бьют. то в олимпийском боксе у тебя взвешивание каждый день, в день боев, и таких боев может быть 5-6 до финала. И все время разные соперники. Тут ты знаешь, кому готовишься. Одну манеру выбрали, и готовимся, и посмотрим поединки там бойца, как он готовится, как он выступает, все его прошлые бои можно увидеть. А в олимпийском боксе, ну, тут 65 спортсменов здесь, из разных стран мира, ну, всех просто не просмотришь. Ну, это тяжелее в олимпийском боксе, добиваться успехов и унижаться в форме. Я считаю, что наши ребята, которые выступают по олимпийскому боксу, молодые ребята талантливые, они даже себя пробуют сейчас в профи, потому что таких шансов у нас таких не было раньше шансов. Или ты профи, или ты любитель. А сейчас, ну, вот такие возможности появились, дойти до этих небес очень тяжело. Ну, можно, можно, ну, судьба. К тому же Михаилу 30. Какой отводите самый короткий срок, чтобы он достиг таких вершин, или заслужил в профессиональном боксе? Мы с промоутером рискнулись, Михаилом поставили его в этот титульный поединок, где 145-й был боец, знаете, это, и с опытом там 7 поединков на промоутерской компании в Америке, он был казахский спортсмен, поставили, что, ну, либо пан, либо пропал. И вот Миша считается одним этим боем. Сидит 5 боев примерно, уже сократил путь к высоте. Поэтому я считаю, что год, еще год, может, ну, не пандемия, может быть, и раньше бы стартанут. А так, я думаю, ну, 2022-е начало мы уже можем рассчитывать на большие титулы. И, соответственно, большие гонорары. Я надеюсь, так все надеется. Большие, это начинает десятками тысяч долларов, я уже доверялась. Надеюсь, сотнями, надеюсь, сотнями. Да, ну, мир, как правило, это уже сильный мир телевизионный, тем более такие граничные веса, как у Евгения и как у Михаила. Ну, да, там уже сотни тысяч долларов. То есть, это мы вышли туда, на агреканский рынок, английский рынок. Зачем заниматься всю жизнь боксом, чтобы потом бросить все и пойти там, те же выбовые охранники, когда можно, ну, я понимаю, ты прямо, что ты топ, мировой топ, ты можешь быть там, ты можешь заработать, вот, например, Кирилл Елих. Раз, и в одночасье человек убил себе квартиру, там, дом, там, обеспечивал, выплатил состояние своей семье. Ну, все, он же не может сказать, что я уже, как бы, те страдания, пройденные, да, в олимпийском боксе, в персональном, они, в принципе, оправданы. А бросил был раньше, и не было бы этого. А кем он сейчас был? Тяжело, но они все понимают, что вот перспектива. Вот раз, раз-два, год-два, и ты миллионер. И это все на сегодня. Агентство теленовостей представляет проект «Спорткадр» на «Беларусь-5». Еще увидимся.